Всем привет, с вами Зверько и задержавшийся зеленый гайд на Хелкорта. Я заметил, как многие восхваляли его, когда видели на тестовом сервере и подумал, что люди легко освоят. Ну, и я не люблю героев-автоатакеров ближнего боя. Уж простите, что тянул с выпуском. Итак, у нас герой с уникальными навыками и неказистой судьбой. Пассив Хелкорта был бы имбой, будь он на каком-нибудь танке, а не на кошаке с анорексией. Но все по порядку. Скоро вы узнаете, как можно играть за Хелкорта и как играть против него. По эмблемам нам подойдут эмблемы лесника или убийцы. Важна скорость атаки и скорость бега. Дополнительное заклинание многие берут возмездие. И действительно, с этим навыком можно замедлять в начальной и средней стадии игры, но он не поддержит нас в затянувшемся бою, и я рекомендую брать вдохновение. К навыкам. Теневая атака. Хелкорт появляется в указанной точке и наносит урон, накладывая молчание на противника. А если активирована ульта, той замедлит его на 80%. Оба дебафа держатся полторы секунды. В связи с длинным кд не тратьте его на крипов, если противник где-то рядом. Догоняя противника, прыгайте за него, поскольку анимации удара после телепорта вызывают задержку в движении Хелкорта. Этим навыкам удобно догонять беглецов, поскольку молчание не дает применить им навык отскока. Второй навык. Ядовитый дротик. Хелкорт с автоатак накапливает заряды и может выпустить до пяти дротиков за раз. Слава богу, с момента тестового сервера этот навык усилили раза в три. И он теперь не такой бесполезный. Кроме того, он немного замедляет передвижение противника. Дротик весьма полезен в начале файта. Лучше входить в замес уже заряженным, поскольку применение дротика, хоть и наносит весомый урон, имеет анимацию, задерживающую Хелкорта и весьма недалекое расстояние. В погоне не очень применим. Чтобы его применять как можно чаще и с максимальной эффективностью, приходится делать упор на скорость атаки. Да и еще этот баг с пожатием скиллов на Хелкорте. Но надеюсь, его скоро пофиксят. Ульта. Да наступит ночь. Пассивно этот навык дает нам увеличение скорости атаки. То есть с каждым повышением немного увеличивается скорость атаки с руки. Активное применение. Хелкорт обрушивает тьму на глаза противников, которые не видят дальше своего носа и не могут ориентироваться по мини-карте на 3,5 секунды. А также увеличивает свою скорость бега и атаки с руки. Длится этот симулятор 8 секунд. Вражеский Хелкорт не может тьмой воздействовать на вас. Это ульта на реакцию всей команды. Опытные игроки, заметив затемнение экрана, могут воспользоваться моментом, чтобы не получая в ответ нанести урон противнику навыками дальнего боя и стрельбой с руки. Хелкорт же получает такой буст скорости, что может гоняться за Фанни, которую с помощью первого навыка и пассивки мы можем оставить на земле и забить вручную кулаками. И самое интересное для правильного применения. Пассивка. Расовое преимущество. Когда кто-то применяет навык против Хелкорта, то получает молчание на 1 секунду, а потом защиту от этой пассивки на 3 секунды. Как на самом деле это работает? Мало того, что противник должен нанести урон Хелкорту навыкам, нужно, чтобы он еще и находился рядом, примерно не дальше, чем в 3 корпуса или 3 условных метра. Если на этом расстоянии враг не атакует Хелкорта навыком, а кого-то другого, молчание не накладывается. Если он же атакует Хелкорта, но дальше, чем 3 метра от него, молчание не накладывается. Таким образом Эйдора может на дальности своего заклинания просто дать прокаст бедному кошеку и тот сложится. Но если Адета не попала рутом по Хелкорту и активировала ульту, стоит Хелкорту приблизиться и ульта прервется. Хотя этот фокус не работает с Гордом, наверное, потому что Горд и не прыгает с помощью доп. навыков вспышка, как Адета. Вот такая механика навыков. Перейдем к сборкам. Их будет 2. Сборка через крыты. Багровый призрак, сапоги спешки, ярость берсерка, когти хааса. Можете в зависимости от тяжести боя поменять местами с яростью берсерка. Розово-золотой кистень, кровожадный король, который нам позволит хоть как-то толково распоряжаться своей пассивкой. Я не расписываю, для чего мы берем конкретные предметы, поскольку для автоатакеров эти сборки стандартные и добавлять уже нечего. Сборка на скорость урона. Меч охотника на демонов. Увеличит урон с удара и не даст спокойно спать толстым противникам. Сапоги спешки. Клинок семи морей. Скоро о нем выпуска мэлфактов. Бесконечная битва. Дополняет отхил меча охотников и серьезно повышает урон с прокаста скиллов. Злобный рык или золотой кистень на выбор. Клинок отчаянный. Эта сборка направлена на количественный урон и применение навыков. Как использовать эту бешеную кошку? Первый вариант. Пушер. Благодаря пассивке, прыжку и ускорению не сражающаяся кошка неуловима. А если она перефармливает противника, один на один смертельно опасна. Значит к вам будут отправлять двоих. А на другом фланге будет бой 3 к 4. Если не уверены в своих силах, ульту и наутек на другую полосу. Второй вариант. Добиватель. Как и Карина, может выжидать ослабленных противников и не давать ему уйти благополучно домой, имея прыжок, замедление и собственное ускорение. Хелкарт отличный охотник. К слову, для Карины мы проклятие. Она не может провести свою комбу по Хелкарту благодаря пассивке. Третий вариант. Работа на команду. Где команда будет завязывать бой, а ваша задача принять активное участие и вовремя выйти. У Хелкарта множество связок с героями контроля. Ведь как реагирует большинство, если его пытаются притянуть к себе кто-то с контролем? Разрывать дистанцию. А большинство своим навыкам наносит урон, который прилетит по Хелкарту и повесит молчанку на беглеца. Надеюсь, я кому-то раскрыл глаза на применение Хелкарта. Мои слова не истина во всех инстанциях, а взгляд со стороны анализа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и проявляйте деятельность. Удачных боев, приятных побед! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok